Заметное улучшение погоды в последние дни позволило тепловикам изменить температурный график подачи в дома теплоносителя, что привело к заметному снижению температуры горячей воды, поступающей в жилые дома поселка Дунай. В настоящее время ее параметры не превышают 40-45 градусов. В избежание претензий со стороны жильцов за некачественное выполнение услуги было предложено отключить многоквартирные дома поселка от горячего водоснабжения. Буквально уже с сегодняшнего дня идет повышение температуры, ну сегодняшний день, а гораздо раньше. И сегодняшняя температура в ближайшее время будет уже стабильная от 0 до плюс 2 до на высший градус. В ламках графика предоставили теплоуслуги по Дунай, вы прекрасно знаете, какая система. Мы не сможем подавать горячую воду жителям и организациям всех параметров, которые обязаны президентам. Инициативу представителей теплоснабжающей компании поддержали руководители дунайских управляющих компаний и товариществ, собственников жилья. Было принято решение официально прекратить подачу горячей воды потребителям с 1 марта. Мне кажется, по ситуации, по погоде, уже с 1 марта, потому что уже сейчас нет параметра. Также на очередном заседании административного штаба по прохождению отопительного сезона обсудили ход проведения общих собраний собственников жилья по выбору способов формирования фонда капитального ремонта. Собрания владельцев жилых помещений могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. Собрания очные прошли у собственников в домах, где обслуживающая компания «Сантехсервис». По всем домам проведено собрание, выбран оригинальный оператор. Способ формирования, выбран оригинальный оператор. Значит, ООО «Гарант» СПК «Дунай» собрания не состоялись, предоставили графики проведения заочного голосования. Всем руководителям управляющих компаний ТСШ в очередной раз напомнили о необходимости сделать ответственный выбор до 1 апреля. Протоколы по проведению общих собраний собственников необходимо направлять в администрацию городского округа. Готовим информацию, еще раз проговариваем со всеми по выбору способа формирования фонда капитального ремонта. Кто выбрал, проговариваем регламент, кто что должен, куда отправить, какие документы. Кто региональный оператор, кто еще там куда, жилищную инспекцию и так далее.